Первый замминистра сельского хозяйства попробовал ивановский хлеб. В рамках рабочего визита Джамбулас Хатуов посетил один из хлебокомбинатов региона – «Ивановский пекарь» группы компания «Риат». Это единственное в Ивановской области предприятие с полным циклом производства. В качестве сырья здесь используют исключительно натуральные компоненты. У нас замкнутый цикл производства. А, как можно сказать, с поля от зернышка до стола у покупателей у нас свои земли, элеваторы, своя мука, свое сырье, свои хлебокомбинаты и свои магазины. Как правило, местные предприятия испытывают сложности в сбыте. Продукцию не берут в федеральные торговые сети. Но таких проблем ивановский пекарь не знает. Трудности связаны только с оборудованием. Оно требует модернизации. Сейчас предприятие выпускает более 40 тысяч городских булок в сутки. Везде присутствует человеческий фактор. И люди – это на сегодняшний день более дорогой инструмент в производстве хлеба. Мы хотим модернизировать, упростить и заменить человеческий фактор уже современными машинами. В частности, нарезка вот этого гребешка, который на городской булке. Она будет в автоматическом режиме. Новое оборудование стоит недешево. Да и печь здесь также постоянно требует внимания и, соответственно, средств. Сейчас руководители предприятия ведут переговоры с Минсельхозом по предоставлению льготного кредита на модернизацию. Ищут источники финансирования. Со следующего года возможность получения льготных кредитов на модернизацию пищевой промышленности и хлебопечения, такая реальная возможность появится. Есть поручение министра Оксана Николаевича Ткачева. В министерстве создан специальный департамент, который сейчас составляет реестр предприятий в Российской Федерации, которые подлежат модернизации. Льготный кредит под 5% получить у этого предприятия шансы есть. Однако, как отметил первый замминистра, для Минсельхоза будет иметь значение производитель оборудования. Важно, чтобы вся закупаемая техника была отечественной. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.